Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. Права на недвижимое имущество и сделки с ним затрагивают интересы почти всех граждан и юридических лиц. А для чего необходимо регистрировать право собственности на недвижимость? Можно ли обойтись без этого? Сегодня в нашей программе назовем основные причины, по которым государственная регистрация права на недвижимость является необходимой. Я представляю гостя в студии Константин Сергеевич Минин, заместитель начальника отдела правового обеспечения управления Росреестра по Самарской области. Здравствуйте! Добрый день, Елена! Добрый день, уважаемые телезрители! Ну и давайте поговорим. Скажите, первый вопрос, наверное, такой достаточно распространенный, но тем не менее. Зачем регистрировать свои объекты недвижимости и самое главное, что для этого нужно? Вы знаете, 23-й год у нас юбилейный. Это 25 лет создания системы регистрации недвижимости, 15 лет создания Росреестра. И вот на протяжении всего этого времени этот вопрос, он всегда вызывает особо актуальность. Зачем регистрировать права на объект недвижимости? Для собственника, для любого гражданина это прежде всего гарантия его защиты, его прав. Это защита его интересов в случае возникновения споров с органами власти, возникновения споров с соседями. Это возможность распоряжаться объектами недвижимости, совершать сделки, возможность ее банально застраховать, возможность заложить в качестве обеспечения при взаимодействии с кредитными организациями. И в целом на сегодняшний день только запись о зарегистрированном праве в реестр подтверждает наличие зарегистрированного права. То есть это тоже такое некое новшество, выписка из ЕГРН. Вы это имеете в виду? Да, я имею в виду выписку из государственного реестра недвижимости, который на сегодняшний день является единственным документом, подтверждающим наличие зарегистрированного права. Мы с вами все прекрасно помним старого образца свидетельства, которые выдавались на фирменных бланках с элементами защиты, с водяными знаками. На сегодняшний день эти документы уже вышли из оборота. Но, тем не менее, они не теряют свою актуальность. Они также актуальны, и они, вот эти красивые свидетельства бежевого цвета, они подтверждают право на собственность. Здесь бы я акцентировал внимание всех владельцев подобных документов, что этот документ не подтверждает наличие на сегодняшний день зарегистрированного права. Этот документ отвечает на вопрос, что на дату выдачи этого свидетельства была внесена запись о праве. А вот узнать на сегодняшний день, есть ли эта запись о праве, можно только запросив соответствующую выписку из реестра. И, соответственно, предупрежу, наверное, многих участников оборота, да, кто заключает сделку, ему в подтверждение предоставляют свидетельства старого образца. Здесь бы я посоветовал задуматься и запросить сведения реестра, потому что актуальную информацию может содержать только выписка. Да, ну давайте не будем забегать вперед, обо всем по порядку. Ну, второй вопрос, скажите, а вот если все-таки что будет, если не регистрировать свои объекты, ну вот есть у меня, к примеру, то свидетельство, о котором вы говорили, и есть, и я спокойна, и я не запрашиваю никакие выписки, вот и живу себе спокойно и дальше. А с точки зрения законодательства, нам законодатель ввел норму, которая говорит о том, что ранее выданные госакты, ранее выданные свидетельства о праве собственности на землю, они являются юридически действительными, не подлежат какой-то перерегистрации. То есть при наличии такого документа человек, ну, в кавычках, можем сказать, что может спать спокойно. Но при этом он должен отчетливо себе отдавать тот момент, что сведения о его праве не содержатся в реестре недвижимости. Это что за собой влечет? Допустим, муниципалитет начнет строить дорогу, прокладывать какую-то магистраль, трубопровод. Ему под это нужна будет территория. И отсутствие зарегистрированного права в реестре не позволит ему учесть ваши интересы. Когда встанет вопрос изъятия для государственных муниципальных нужд какой-либо территории, отсутствие этой записи может негативным образом сыграть в отношении интересов такого собственника. Да, он может распорядиться таким объектом недвижимости, но тут законодатель говорит нам о том, что он обязан зарегистрировать свое ранее возникшее право перед совершением сделки. То есть здесь интерес прежде всего того человеку, у кого такие документы на руках, чтобы сведения о его праве появились в реестре. Тогда их будут учитывать. Он может претендовать на получение соответствующей компенсации. В отсутствии этой сведения он может просто и лишиться. Остаться ни с чем. Давайте, да, здесь вот поподробнее. Вы говорите, что нужно зарегистрировать свое право, причем есть свидетельства. Но а чья инициатива в первую очередь внесения информации в выписку из ЕГРН? Это разве не ваше ведомство вносит? Вот вы правильно подметили то, что инициатива здесь в первую очередь должна идти от собственника. В отношении всех ранее возникших прав здесь инициатива в первую очередь идет от собственника. Но законодательство наше на сегодняшний день развивается по тому пути, что вновь возникающие права в ряде случаев регистрируются независимо от инициативы правообладателя. То есть на сегодняшний день, когда вы вступаете в права наследования, за регистрацией вашего права обратится нотариус. Если вы участвуете в новом строительстве и заключаете договор долевого участия, то после подписания акта ввода застройщиком, застройщик обязан обратиться за регистрацией вашего права. То есть в ряде случаев инициатива самого правообладателя, она уже отпадает. И здесь идут профессиональные участники рынка и оформляют как обязанность, оформляют права такого гражданина. Но вот относительно ранее возникших прав, на сегодняшний день у нас сохраняется инициативная процедура, и здесь первые действия должен сделать сам человек. Сам человек, очень любопытно. То есть если я правильно вас поняла, Константин Сергеевич, если сейчас оформляется наследство, то уже сам нотариус подает эти сведения и выписку из ЕГРН он уже представляет наследникам. То есть здесь реализован принцип одного окна, то есть вы один раз обращаетесь к нотариусу, заявляете о вступлении в права наследования, нотариус выявляет весь объем и круг наследуемого имущества и обращается уже непосредственно за регистрацией. И выписку вы получаете тоже у нотариуса. Тоже у нотариуса. Это вот сколько длится уже такая практика, год, два? Такая практика уже, да, более двух лет длится. Ну то есть если наследство, к примеру, было оформлено там 5-7-10 лет назад, то такой выписки у человека нет, да, и ему нужно за ней обращаться самостоятельно. Скорее всего у него на руках есть просто свидетельство о праве наследства, да, и с ним ему нужно обратиться в органы регистрации прав через МФЦ, подать соответствующее заявление. Скажите, что важно знать каждому владельцу объекта, чтобы не лишиться своей недвижимости? Это тоже очень важный вопрос, и я прошу вас на него ответить. Да, здесь я отмечу то, что, ну, наверное, повторюсь в какой-то степени, что важно знать, какая именно информация о вашем праве, о вашем объекте содержится в реестре. Это можно проверить достаточно легко. Сегодня у нас у всех есть мобильные устройства, есть доступ к интернет-ресурсам. На сайте Росреестра есть сервис получения сведений об объекте недвижимости онлайн. Благодаря этому сервису можно запросить информацию об интересующем вас объекте. Эта информация общедоступная, она содержит в себе характеристики объекта недвижимости, адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования. И содержит усеченные сведения о наличии либо отсутствии зарегистрированного права. На сегодняшний день также на портале госуслуг есть сервис личный кабинет правообладателя, в котором каждый человек может увидеть, какие за ним числятся объекты недвижимости. Соответственно, важно знать, какие объекты за вами числятся и с какими характеристиками. Если вы увидите какие-то расхождения, либо не найдете объектов, которыми вы пользуетесь, либо появятся объекты, которыми вы не пользуетесь и не знали об их существовании, это как раз повод задуматься, что в реестре содержится как минимум неактуальная информация о ваших объектах, либо о ваших персональных данных. Ну, Константин Сергеевич, мне кажется, каждый человек знает, какие объекты недвижимости на него оформлены. Просто по одной простой причине до 1 декабря приходят налоги, которые человек платит за те доли или за те объекты недвижимости, которыми он владеет. Поэтому здесь-то как раздание... Здесь вот на самом деле практика показывает то, что в ряде случаев поступают к нам обращения от граждан, которые говорят, что нам приходят налоги за те объекты, которые нам не принадлежат. Вот так даже? Даже вот так вот, да. Приходят сообщения, обращения о том, что нам не приходят налоги на те объекты, которые нам принадлежат. Это тоже все сейчас встают на путь соблюдения законодательства, и их тоже обеспокаивает вариант, что они не платят налоги за то, чем они владеют и пользуются. Скажите, пожалуйста, Константин Сергеевич, а что делать, если, допустим, я захожу вот на сайт Росреестра и не вижу сведений по своему объекту? Да, здесь есть также возможность в этом личном кабинете направить сообщение. Там прям будет кнопочка, да, баннер сообщить об ошибке. И в окошке всплывающем нужно написать о том, что вы не видите информации об объекте, вам принадлежащем, указав его какие-то характеристики, чтобы мы смогли его найти в реестре. Вот работая с таким сервисом уже на протяжении более полугода, мы видим, что основная часть проблем отсутствия информации об объекте в реестре, это то, что в отношении правообладателя лица содержатся неактуальные устаревшие паспортные данные. Отсутствуют сведения о СНИЛС, системе пенсионно-страхового обеспечения. То есть нужно понимать то, что сервисы портала госуслуг идентифицируют субъект с объектом по СНИЛСу и паспортным данным. Поэтому если у вас по каким-то причинам изменились паспортные данные, вышли замуж, сменили фамилию, имя, у вас изменились паспортные данные, изменился СНИЛС, то важно эту информацию сообщить в Росреестр. Это делается бесплатно путем обращения в МФЦ с соответствующим заявлением. Ну а скажите, обязательно ли в Росреестр может быть достаточно все эти данные внести в госуслуги, в личные кабинеты, и они будут отображаться во всех профильных ведомствах? При наличии подтвержденной учетной записи и идентификации сервиса личный кабинет правообладателя с учетной записью в госуслугах, этого делать уже не нужно. То есть наличия этих актуальных сведений должно быть достаточно. Но если вы опять же выявите о том, что объект не подгрузился к вашему профилю, здесь важно об этом сообщить, чтобы мы эту причину выявили. И на сегодняшний день Росреестр тоже заинтересован, чтобы каждый объект недвижимости имел своего правильного, актуального правообладателя. Конечно. Я попрошу сейчас вас рассказать о законодательных инициативах Росреестр и, конечно, какая практическая польза их для жителей Самарской области. С 2020 года Росреестр реализовал более 60 законопроектов в сфере регистрации земельно-имуточных отношений. И на самом деле польза, именно практическая польза от этих законодательных инициатив, она налицо. Все они, как правило, в большинстве своем направлены на наполнение реестра полными и точными данными об объекте и о правообладателе. Исключение возможных и упрощение процедуры исправления возникающих ошибок в реестре. Не так давно мы с вами говорили про гаражную амнистию. Это тоже одна из законодательных инициатив Росреестра. Практическая польза, на мой взгляд, от нее налицо. У нас очень много объектов гаражного назначения, которые люди не имели возможности оформить, кроме как в судебном порядке. На сегодняшний день... Процедура упрощена, люди пользуются. Процедура упрощена, более 2000-2000 людей у нас оформили права на землю, оформили права на гаражи. Это дачная амнистия. Для бизнеса и предпринимательского сообщества тоже законодательные инициативы имеют практическую пользу, поскольку есть так называемая линейная амнистия. То есть она упрощает процедуру постановки и регистрации прав на линейные сооружения. Для муниципалитетов огромный пул законопроектов был принят, который позволяет им оформлять в упрощенном процедуре объект регионального муниципального значения. То есть все эти законодательные инициативы, они так или иначе направлены на то, чтобы наполнить реестр максимально полными и достоверными данными как об объекте, так и о правах на эти объекты. Константин Сергеевич, вот какие важные изменения ждут каждого собственника недвижимости? Может быть мы на пороге каких-то действительно важных изменений, о которых просто необходимо сейчас сказать? Да, я отмечу ряд моментов, которые до последнего месяца ходили в разряде слухов, таких инициатив. А сейчас они уже приняли облик конкретного законопроекта, который размещен официально на портале проектов законодательных актов и проходит процедуру общественных слушаний. Основной, наверное, законопроект – это то, что с 2024 года будет запрещен оборот земельных участков, не имеющих сведения о своих границах. То есть это, как правило, все ранее учтенные объекты по старым свидетельствам 1992-1998 годов, они имеют декларированную площадь, не имеют сведения о характерных точках границ, координат. И чтобы исключить возможные нарушения прав и интересов таких владельцев, законодательно предлагается ввести ограничения на оборот. То есть вы не сможете совершить сделку, не продать, не купить объект, у которого нет границ. Потому что единственная характеристика, которая позволяет идентифицировать земельный участок – это его координаты. Да. И здесь забор, стоящий по периметру, это уже не показатель обозначения границ. Нужно что делать? Нужно провести работу по межеванию и вынести, как говорится, эти границы в натуре на местность, чтобы каждый земельный участок имел свои координаты. В рамках этой процедуры межевания не исключено, что возникнут вопросы с соседями, возникнут вопросы с органами власти, потому что очень часто наши садовые участки выходят на границы места общего пользования, на полисадники, на дороги. И эти вопросы, как будто законный проект, он станет таким неким драйвером решения всех этих вопросов. Как узнать, есть ли границы официально подтвержденные участком или нет? Или это только регламент документа 1992-1998 года? Если это промежуток, вот это да, то значит, соответственно, нет. Если есть, то да. То есть отталкиваться от документации от чего? Отталкиваемся мы от сведений реестра. То есть опять же? Опять же тот самый сервис сведений об объекте онлайн. Вы увидите, что если у вас в графе особой отметки указано, что площадь ориентировочная подлежит уточнению при межевании, значит, в отношении вашего объекта необходимо провести процедуру межевания. Если же четкие цифры, ну, к примеру, там 5 соток, да? Если у вас указано, что площадь уточненная и значение площади тоже там с точностью до десятки. Ну, то есть конкретные цифры мы видим, да? Конкретные цифры, да. И нет отметки о том, что она декларирована и подлежит уточнению. Здесь как бы можно спать спокойно. Ну, и наверняка у такого человека, правообладателя, на руках есть межевое дело, межевой план, который содержит в себе все координаты его границ. То есть скажите, пожалуйста, а процедура межевания обязательно должна быть пройдена перед тем, как точные границы установлены? Ну, я имею в виду здесь, что если мы видим отметку там 6 с половиной соток, значит, эта процедура межевания была уже ранее пройдена, верно? Обязательно она должна была пройдена? Она должна была быть обязательно пройдена, да. И это все верно. Единственный, как бы, получается сейчас момент, пока эта инициатива находится в стадии законопроекта, таких жестких ограничений нет. Но 2024 год он наступит быстро, и здесь есть смысл немножко этим вопросом озаботиться, вот, и, ну, как бы, задаться этим вопросом и как минимум выяснить, какая информация об объекте содержится в реестре недвижимости. Дайте сейчас, пожалуйста, практические советы. Что нужно делать, если, допустим, неуточненная информация, нет точных границ, куда обратиться? Вы бы посоветовали и, ну, собственно, что нужно дооформить, чтобы документы были в порядке? Ну, здесь практически совет он один, нужно обратиться в любую землюстроительную организацию, которая занимается... Росреестр этим не занимается? Росреестр сам этим не занимается. Это занимаются профессиональные участники кадастровые инженеры. Они могут работать либо в индивидуальном порядке, как частные предприниматели, либо в составе работников геодезической землюстроительной организации. Здесь рынок у нас в Самарской области достаточно богатый, конкуренция высокая, можно обращаться к любому. Выбрать. Да, дополнительно Росреестр с целями облегчения выбора кадастрового инженера. Также на сайте Росреестр есть сервис «Реестр кадастровых инженеров». Там можно... То есть рекомендации можно увидеть? Рекомендации. В этом реестре содержатся сведения о его профессиональной деятельности. Можно посмотреть, как долго он работает, как много в отношении его документов... То есть проверенные, можно так сказать, кадастровые инженеры. Да, то есть... Хочу вопрос задать от телезрителей. В последнее время владельцы недвижимости, вот, к примеру, я, стали получать письма местных администраций о необходимости оформления прав на свои объекты недвижимости. Скажите, с чем это связано, какие последствия будут для меня, если я это сообщение проигнорирую? Очень отрадно то, что наши жители, да, такие письма получают. На протяжении уже двух лет совместно с органами местного самоуправления, с органами власти Самарской области, конкретно Минным имуществом Самарской области, на территории Самарской области реализуется проект госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Это масштабная государственная программа. Самарская область является пилотным регионом. И в рамках этого проекта реализуются мероприятия по выявлению правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости. То есть это как раз те ситуации, когда... Да, о чем мы говорили выше, да? О чем мы говорили ранее, да, когда объект стоит на кадастровом учете, но сведений о правообладателе у него нету. Росреестр оценил масштаб всего этого бедствия. У нас на территории Самарской области таких объектов свыше 450 тысяч оказалось на 2021 год. Сейчас эта цифра сокращается как раз в результате того, что органам местного самоуправления законодательно прописана обязанность проводить мероприятия. А какие это мероприятия? Это информирование населения путем размещения информации на стендах в садоводческих товарищах, товарищах собственников жилья, в гаражных кооперативах. Это направление уже адресных писем. То есть на сегодняшний день муниципалитет что делает? Он буквально осуществляет по квартирный обход и выявляет те объекты, которые стоят на учете кадастровом, но сведений о правах нету в реестре. Но на руках у граждан имеются документы правоустанавливающие. Договор о приватизации 1992 года. Это могут быть старые документы о праве собственности на землю. И вот как раз таких лиц задача на сегодняшний день смотивировать, чтобы обратились они и зарегистрировали свои права. А муниципалитету на сегодняшний день дано право такие мероприятия реализовывать. Соответственно, я обращаюсь к нашим телезрителям, хочу отметить о том, что вам не нужно бояться таких писем. Содержание их такое, что многие пугаются, что это за письма. И многие как бы в штыки воспринимают подобные обращения от муниципалитетов. Здесь как раз таки, если вы такое письмо получили, это повод задуматься, что в государственных реестрах нет полных сведений по вашим объектам недвижимости. И здесь рекомендация обратиться в соответствующую местную администрацию и уточнить, чего же конкретно, нет какой информации, и предоставить эту информацию. И здесь все-таки прямой путь в Росреестр. Здесь прямой путь сначала в администрацию, потом в Росреестр. И вот тут бы я тоже рекомендовал не бояться эти шаги делать, потому что это опять-таки в интересах собственника будет все действия осуществляться. И более того, они не облагаются никакими государственными пошлинами. Эти сведения о ранее возникших правах на сегодняшний день регистрируются бесплатно. Это максимально просто для самого человека и не затратно для человека, но с далеко идущими последствиями защиты его прав. Замечательно. Константин Сергеевич, вот вы сказали, и я тоже вторю вашим словам на протяжении всей передачи, идти в Росреестр. Идти в Росреестр. А вот чтобы оформлять все вот эти вот документы, нужно идти в Росреестр, либо достаточно перейти в любое отделение МФЦ? Нет, конечно. У нас на сегодняшний день взаимодействие с Росреестром осуществляется исключительно через МФЦ, либо через электронные услуги. То есть если у человека есть подтвержденные учетные записи на госуслугах, есть электронная цифровая подпись. То есть даже можно, не выходя из дома, все это сделать? Ряд действий можно сделать вообще не выходя из дома, через электронные сервисы личного кабинета правообладателя. На сегодняшний день на ЕПГУ, это единый портал госуслуг, выведены все услуги Росреестра, которые на сегодняшний день оказываются. Единственный там момент о том, чтобы человек имел усиленную, квалифицированную электронную подпись. И на сегодняшний день вместе с Минцифрой Росреестр разрабатывает сервис, который позволит эту электронную подпись формировать так же просто, не выходя, не посещая какие-то либо учреждения. Но если госпошлина предполагается в каком виде действия оформления, то есть она платится в том числе и в МФЦ, неважно, где вы оформляете, и в Росреестре, верно? Здесь вот не зависит, я имею в виду экономия, чисто экономия. Экономия глобальная в том плане, что за регистрацию ранее возникших прав госпошлина в принципе не взымается. Это делается бесплатно для заявителя. Все, что касается вновь возникающих прав, то есть текущий момент, здесь налоговый кодекс работает, и на сегодняшний день при обращении в электронном виде физические лица получают скидку 30% при обращении в электронном виде. Ну вот тоже, да, на мой взгляд, право зарегистрировано, а выписка ЕГРН, когда обращаешься за ней, она облагается госпошлиной? Нет. Если вы регистрируете ранее возникшие права, я еще раз акцентирую внимание, что это делается без оплаты госпошлины. Все последующие действия, то есть если вы запрашиваете выписку о правах отдельного лица, здесь надо будет оплатить. То есть эти сведения предоставляются за оплату. Скажите, в какой срок нужно оформить права на свой объект недвижимости? И есть ли вообще вот эти рамки и сроки? Да, вот на сегодняшний день, с 98-го года, как только был создан закон о регистрации прав на движимущество и сделав с ним, этот вопрос постоянно возникает. И пока законодатель не нашел такого оптимального решения, чтобы установить конкретный срок для обращения за регистрацией права. Но он пошел по другому пути. В тех случаях, когда права возникают в порядке наследования, обязанность обратиться в Росреестр возникает не у гражданина, а возникает у нотариуса. У него срок 5 рабочих дней. Когда подписывается акт приема и передачи застройщикам, обязанность опять-таки возникает не у участника долевого строительства, а у застройщика. И вот следуя таким законодательным инициативам, законодатель идет по пути обязывания профессиональных участников завершить всю эту процедуру оформления права. Но на самого гражданина пока на сегодняшний день такой законодательной нормы, устанавливающей срок для обращения за регистрацию права, ее пока нет. И, наверное, какая-то логика в этом действительно есть. Да, я могу с вами полностью согласиться. Ну хорошо, право зарегистрировано, выписка из ЕГРН получена. Так вот дальше что? На что стоит обратить особое внимание, Константин Сергеевич? Да, здесь я отмечу, что нам законодатель с развитием цифровых технологий, цифровизация всего ведомства, также не упускает из вида вопросы, связанные с безопасностью и сохранением объектов недвижимости. Что сегодня реализовано? Каждый правообладатель может внести в реестр отметку о невозможности регистрации без его личного участия. Здесь мы с вами полностью исключаем возможность обращения каких-либо представителей по доверенности, которую вы уже там забыли про нее, отменили, а он вот преследует какие-то свои мошеннические цели, пытается от вашего имени что-то там, вашей недвижимостью сделать. Здесь достаточно обращения в МФЦ с заявлением о невозможности регистрации без личного участия. Эта отметка не пропустит ни одного заявления, поданного от вашего имени каким-то третьим лицом. Вопросы, связанные с регистрацией в электронном виде, также обеспечены необходимыми законодательными нормами, направленными на защиту такой регистрации. На сегодняшний день ни одна регистрация в электронном виде не пройдет без наличия вашего согласия на совершение такой регистрации в электронном виде. То есть, если вы не подавали такого согласия, такая регистрация кем-либо от вашего имени в электронном виде тоже не пройдет регистрацию. Исключение составляет только случай, когда обращаются нотариусы, кредитные организации. То есть, это прямо прописано в законе, кто может без этого согласия обратиться. Ну и здесь, на самом деле, сомнительно предполагать, что будут какие-то мошенничественные действия со стороны нотариусов, кредитных организаций. Скажите, а вы посоветовали бы гражданам разрешать видеть сведения из ЕГРН третьим лицам? Как правило, сотрудники это спрашивают. Вот можно ли, что, допустим, третьи лица будут видеть объекты вашей недвижимости, что они на вас зарегистрированы? Ну, конечно, личное дело каждого, но здесь не стоит ничего бояться, да, вот каких-то, опять же, каких-то мошеннических действий, о которых мы с вами говорили. Ну, вопросы сохранения безопасности персональных данных, они всегда на острие внимания находятся. И с марта этого года в законодательство по регистрации недвижимости действительно были внесены изменения, которые запретили предоставлять информацию персональные сведения о правообладателе третьим лицам без его согласия. Да, то есть здесь тоже законодатель идет по пути получения, ну, личного согласия лица на предоставление сведений о нем в адрес кого-либо. То есть вот в такой формулировке, да, на мой взгляд, это очень обоснованно и соответствует реальному состоянию дела, когда человек осознанно разрешает его сведения предоставлять третьим лицам. А вот отсутствие этого согласия ставит запрет, то есть уже никто не увидит их. Ну что же, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за, как всегда, очень компетентные, профессиональные, квалифицированные ответы. Спасибо большое, Константин Сергеевич. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Ну а я думаю, что информация, с которой поделился мой сегодняшний гость, была для вас именно очень полезной. Всего хорошего, до свидания, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова